Этот индивидуальный тепловой пункт и смонтирован, и здесь проведены сутки наладочные работы, и его можно запускать в работу. Уже сегодня у жителей дома по Александрово-14 появится горячая вода, чистая и без запаха. Запуск теплопункта – событие долгожданное, ведь многие десятилетия эту проблему в Ленинском округе Мурманска не могли одолеть. Современное оборудование позволяет сделать все так, чтобы людям было удобно и не пришлось платить больше. У нас по плану мы должны завершить эту работу в 2025 году, всего будет переведено 463 дома, в этом году 29 по плану. Мы из областного бюджета, по моему поручению, выделены на эту цель 75 миллионов рублей, и вот мы планомерно, включительно в 2025 год, закроем эту проблему. Каждый такой теплопункт, по сути, собственная котельная. Установка оборудована специальной программой и подогревает воду в соответствии с потребностями жителей. А система диспетчеризации позволяет в реальном времени видеть и температуру теплоносителя, и техническое состояние объекта. Она обеспечивает возможность реагирования на объем отбора воды. Если население, допустим, ночью немногие пользуются водой, то автоматически теплоноситель резко уменьшается, что позволяет экономить на использовании тепла в данном доме. Обслуживать умное современное оборудование обязательно должны подготовленные специалисты. Тогда оно прослужит долго. До середины ноября в Мурманске выполнят работы по всем 30 объектам, которые запланированы по контракту. Завершить монтаж теплопунктов и запустить в тестовом режиме подрядчик собирается уже к 7 октября. На сегодняшний день из 30 тепловых пунктов смонтировано полностью для работы 15. 9 уже запущены, то есть они работают уже в 9 домах, есть чистая горячая вода, без запаха, чтобы было понятно. Значит, 6 теплопунктов запускаются на этой неделе. Значит, в неделю подрядчик делает 4 теплопункта. Вот я знаю, что уже там частично 4 теплопункта сейчас сдаются. Работа предстоит большая, необходимо модернизировать и сети. Многие мурманчане с нетерпением ждут, когда же умная система придет в их дома. Узнать, когда это произойдет, можно будет из интерактивной карты, на которой отмечены все адреса, где будут проводиться работы и запланированный срок. Включен в карту и микрорайон Росляково. Уже в ближайшее время она станет доступна в группах соцсетей, на сайтах ресурсников и на портале НашСевер. Енина Морозова, Борис Савельев, ТВ21+. У них, кстати, это все стоит в 2023 году.